Падение цен на нефть продолжает влиять на экономическую политику экспорта ориентированных государств. Не стал исключением и Эквадор. Изменение цен на энергоносители стало причиной пересмотра уже принятого в ноябре госбюджета. Он будет сокращен на 4%. Подробности в следующем материале. В первую очередь будут пересмотрены текущие расходы. Правительство урежет инвестиционные затраты и заморозит ряд проектов. Зарплаты государственных служащих сокращены не будут, однако повышения в этом году им точно ждать не стоит. В общей сложности расходы были урезаны почти на полтора миллиарда долларов. Это 4% от первоначального размера бюджета. Его общий размер, доступный для выполнения в 2015 году, составил чуть менее 35 миллиардов долларов. Мы приняли некоторые изменения в бюджет, так как обязаны реагировать на текущую ситуацию. А она такова, что цены на нефть продолжают меняться. Я хочу, чтобы народ понял, что мы грамотно распоряжаемся государственными финансами, а все проблемы, а не внешние. Однако это не единственные меры, предпринимаемые правительством. При этом руководство страны не стало увеличивать налоговую нагрузку. Вместо этого Эквадор выбрал ставший характерным для стран Латинской Америки способ – займы у Китая. Их общий размер составил около 7,5 миллиардов долларов. У Китая есть финансовые возможности и огромные потребности в сырье, которые Эквадор может ему предоставить. В свою очередь мы испытываем определенные финансовые трудности, так что наше сотрудничество взаимовыгодно. В подтверждении этого мы подписали много двусторонних соглашений. Ранее президент Эквадора нанес визит в КНР, в ходе которого и были подписаны соглашения о сотрудничестве в различных сферах. Основные направления китайских инвестиций – горнодобывающая и нефтяная промышленность, а также строительство гидроэлектростанций. Таким образом, можно отметить, что Китай еще сильнее увеличил свою экспансию в Латинской Америке. А для Эквадора помощь извне становится спасением от возможных потрясений, которые могли быть вызваны сокращением государственных расходов.